Синие киты построили маршрут миграции по памяти. Биология 12-24-26 FEV. 2019 сложность 4.1. Синие киты построили маршрут миграции по памяти. Синий кит ныряет у берегов Южной Калифорнии. Во время сезонных миграций синие киты полагаются на память, рассказывается в журнале. Они запоминают, где и когда в течение нескольких лет было больше криля, их основной пищи, и соответствующим образом выбирают траекторию маршрута и время миграции. Распределение ресурсов в пространстве и во времени является основной причиной миграции наземных и морских организмов. Но механизмы, которые обуславливают время и направление передвижения отдельных видов, до сих пор изучены плохо. Исследователи выдвигали гипотезу зеленой волны, согласно которой мигрирующие травоядные движутся вслед за появлением высококачественного сезонного корма. Мигрирующие животные могут руководствоваться и памятью. Как было показано, перелетные птицы и мигрирующие травоядные могут предугадывать подходящее время миграции, основываясь на информации, полученной в прошлые годы. Американские биологи и экологи под руководством Бриана Абрамс Бриана Абрамс Из юго-западного центра изучения рыболовства Национального управления океанических и атмосферных исследований решили изучить миграции синих китов, обитающих на севере Тихого океана. Они руководствовались несколькими причинами. Во-первых, миграции морских животных изучены гораздо хуже передвижений сухопутных. Во-вторых, исследователи предполагали, что морские хищники отслеживают сезонность своей добычи и температуры воды, но подтверждения этой гипотезы ученых не было. Также исследователи хотели выяснить, играет ли роль память в миграциях синих китов. Обитающие на севере Тихого океана синие киты мигрируют между Калифорнийским заливом, где они зимой выводят детей нашей, заливом Аляска и Калифорнийским течением, где они кормятся и зачинают потомство. Весной животные плывут на север. В калифорнийском течении сезонный подъем глубинных вод весной и летом вызывает размножение фитопланктона. В более северных широтах цветение планктона начинается позднее. Начало и продолжительность подъема глубинных вод каждый год варьирует. Тем не менее синие киты каждый раз мигрируют на север в сезон цветения планктона. Основная их пища криль – мелкие рачки, которые питаются фитопланктоном. Но так как оценить количество криля напрямую сложно, ученые измеряют концентрацию пигмента хлорофила А в океане, который необходим для фотосинтеза в клетках фитопланктона. Исследователи отслеживали миграцию 60 синих китов за 10 лет, с 1999 по 2008 годы. Они хотели проверить два предположения. Либо киты руководствуются доступностью ближайших ресурсов, и тогда они будут выбирать траекторию миграции к ближним пастбищам с большим количеством криля. Либо они полагаются на память и в этом случае они будут двигаться туда, где в среднем бывает больше еды, и животные это запомнили. Чтобы подтвердить одну из этих гипотез, авторы сравнивали траекторию передвижения с пиком доступности ресурсов, которую оценивали по средней концентрации хлорофила А за 10 лет. Также они сравнивали полученные эмпирические данные с результатами симуляции траекторий случайных миграций. Оказалось, что передвижения синих китов совпадали со средними пиками концентрации хлорофила А за 10 лет. Пи 0,001. Результаты регрессионного анализа показали, что время цветения фитопланктона и время миграции китов совпадали втрое лучше, чем время случайных миграций. А анализ 2,37 тысяч местной кормежки китов показал, что там были более высокие и средние концентрации хлорофила А за 10 лет не период, чем в 10 тысячах мест в симуляции, выбранных случайным образом. Мы думаем, что синие киты вырабатывают маршруты время миграции, которые позволяют им находиться там, где они вероятнее всего найдут много еды. А потом животные вносят незначительные корректировки в маршруты время в зависимости от текущих условий, говорит один из соавторов Даниэль Паласиос. Даниэль Паласиос из Орегонского государственного института морских млекопитающих. Недавно исследователи выяснили, что травоядные млекопитающие учат друг друга двигаться вслед за зеленой волной в поисках свежего корма. Эта способность передается из популяции к популяции. Екатерина Русакова Продолжение следует...